Слава Богу, дорогие друзья! В нашем офисе и в других местах наши молитвенники молятся. И я прошу вас, не оставайтесь равнодушны к этому действию. Аминь. Знаете, хочется быть откровенно чистым. Сейчас, знаете, в разговоре с вами. Честно говоря, я не собирался продолжать эту тему о блудном сыне. Я скажу почему. Почему? Мои дни на этой неделе, они были настолько стрессовые и настолько трудные, что мне не хотелось думать о том, что нужно готовить проповедь на эту тему. Знаете, я как-то почувствовал себя очень слабым. Я почувствовал, что свою миссию как пастырь или как наставник я проваливаю относительно некоторых людей. Мне было сложно и переживал очень сильно. Я тоже, как любой человек, нахожусь под стрессом. Как любой из вас, я тоже переживаю и не всегда, может быть, адекватно реагирую на ситуации, которые проходят в нашей жизни. Когда люди думают о том, что пастырь или служитель – это железный человек, с железными нервами, вы глубоко ошибаетесь. Мы такие же люди, как и все остальные. У нас тоже есть свои переживания и своя боль. Свои, может быть, слезы и свое, может быть, такое радостное состояние. Шаббат для нас вчера был очень необычным. После сложной недели и трудностей, проповедь, которой я хотел говорить о блудном сыне, она просто не слаживалась у меня в голове. Она была у меня в сердце. Я знал, что я хочу говорить. Но из-за стресса, который у меня был, и чувства такое, что я не смог помочь многим людям, просто-напросто привело меня к такому состоянию, что я пришел домой с Татьяной, мы праздновали шаббат, мы молились, мы благословляли Бога. И в это время позвонили мы сыну, нашему среднему сыну Давиду на скайп. Просто пообщаться, хотелось бы просто его видеть и общаться с ним. Через долгое время он, знаете, вот внезапно, дети всегда тебя удивляют такими-то вещами интересными. И вот он говорит, я хочу вам выслать мою последнюю аранжировку к последнему диску, которая была песней, которая сделана была в большой церкви, в церкви, которая 36 тысяч человек. Когда мы получили эту песню с его новой аранжировкой, с новой композитора, последующие пять часов мы по отдельности с Татьяной слушали эту песню, беспрерывно. Пять часов. Заново и заново и заново и заново. Я вам скажу, что я переживал. Я лежал в кровати, покрытый слезами, потому что мне нужно было Божье присутствие. Мне нужно было Слово от Бога и на самом деле утешение от Бога. Это музыка, которую Давид ее сделал. Это слова, которые там написаны. Они служили мне и через время, буквально, я вам скажу честно, пять часов времени прошло, я получил от Бога то Слово, которое я хочу с вами делиться. Вы можете фактически сказать благодарность Богу и Давиду в том, о чем я буду говорить. Фактически в прошлые разы, которые мы говорили о блудном сыне, тема была такая, что был потерян и найден, пропадал и нашелся. Был мертв и ожил. Напомню, что когда я думал о следующей теме, которая непосредственно, наверное, связана со старшим сыном в этой истории. Помните, да? Очень интересная сама история. Это в Луки 15 глава. Я напомню, что в одном из ближневосточных таких городов или стран была семья, где было два сына. Это похоже на русскую сказку, да? Говорит, у старика было три сына. Два умных, а третий Иван. Знаете, вот, ему можно понять, что когда мы говорим о блудном сыне, у человека было два сына. Один блудный, а другой старший. Вы знаете, вот тему такую, которую я хочу говорить, она странно звучит. Я назвал ее «Дрочуны». Дрочуны – борьба старшего сына. Почему так оно было мне тяжело? Потому что фактически мне нужно будет говорить о себе. Я хочу говорить о себе. Я хочу говорить о том, что переживал старший сын. В моей семье, где я рос, у меня есть младший брат. Картина обо мне. Притча о нас. Что переживал старший сын, когда он унижал своего младшего брата? Мне стыдно, конечно же. Я в свое время всячески пытался своего брата, знаете, при всех поставить на место. Я пытался быть старшим и показать, где его место. Как и, наверное, во всех семьях. Наверное, здесь я не один. Если у вас есть братья или сестры, то в детстве вы дрались, указывая каждому, где чье место. И если ты меня смотришь, прости меня. Мне стыдно, что я таким был. И именно эта притча о том, что происходит, когда мы видим, что старший сын переживает. Скажите, кто из вас может ассоциировать себя со старшим сыном? Несколько. А кто может ассоциировать себя с младшим сыном? Вы, наверное, и бесполые, наверное, все остальные пытаются сказать, что лучше руку не поднимать, потому что, если я скажу, что старшим, вот такой старший нехороший, а младший, ну, блудник. Зачем мне поднимать? Ну, стыдно как-то так. Но, знаете, когда мы говорим об этом, о старшем или младшем сыне, мы себя ассоциируем с той жизнью, которая у нас была в прошлом. Например, я могу сказать четко, что Татьяна и Саша, они могут себя ассоциировать со старшим сыном, потому что фактически они никуда не уходили, они всегда были в общине, в церкви, они выросли там, да, какие-то детские, какие-то шалости были, да. Фактически не было такого состояния, когда человек сбунтовал и ушел во все тяжкие грехи. С другой стороны, Ира и Олег могут сказать, мы были похожи на младшего брата. Мы были похожи на тех, на тех, которые спустились во все тяжкие, чтобы почувствовать себя какими-то особенными, и мы чувствовали, что мы возвращались домой, как блудный сын. Но вопрос не в этом. Вопрос состояния того, что переживали эти люди. Мы всегда ассоциируемся с себя с одними или с другими. И я хочу говорить о тех чувствах, которые старший брат переживал, который не покидал отца, видел возвращение младшего сына. И больше того, он видел, какой шикарный прием устроили для него. Эти чувства, они всегда тяжелые. Хочу говорить о том, как у нас с вами есть отношение к тем людям, которые давно отпали от Бога, которые назывались братьями или сестрами, которых мы знаем, и мы видим их жизнь, и в какой-то момент они чувствуют, чтобы вернуться обратно. Что мы переживаем? К тем людям, которые борются с грехом. И нам непонятно, как это такой грех, который вообще нам, он даже ни с какой стороны не подходит, как он так с этим борется. Какое отношение к этим людям? Это история, которую Ишуа говорит для того, чтобы мы разумели, поняли отношение между людьми. Начнем просто с 15 главы, с 25 по 29 стих. Я прочитаю его специально. Старший же сын его был в поле. И возвращаясь, когда приблизился домой, услышал пение и ликование. Призывал одного из слуг, спросил, что это такое? Он сказал, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он рассердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал ему в ответ, извините, и он сказал в ответ отцу, вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего. Но ты никогда не дал мне козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями своими. И если у вас есть Библия, где можете отметить, отметьте эти два слова, которые в 29 стихе написаны. Я столько лет служил тебе и никогда не приступал к приказанию твоего. То есть никогда. И следующая фраза тоже. Ты никогда не дал мне козленка. В чем борьба была брата старшего? В чем проблема старшего брата? Борьба старших, тех, кто считает себя старшими людьми, которые верными были в общине, тех, кто уже Богу служит долгое время. Борьба наша, которую мы переживаем, в том, чтобы сдержать свое сердце в чистоте. Наша борьба, борьба старших сыновей или старших людей, тех, кто уже давно в Боге, это содержать свое сердце в чистоте. Чтобы не обидеться на отца, который веселится о возвращении блудного сына. Потому что вам часто кажется что-то несправедливое. Что нам мы так много и долго к этому шли через молитвы, через страдания, через верность и все остальное. А он был блудником. Он ушел и пришел. И так классно ему все. Ему так все легко получается. Он сразу стал играть. Он стал в домашнюю группу ходить. Он начал там Тору читать. Друг раз, я так много усилий прилагал, а ему раз все это на блюдочке, чтобы быть чистым. Борьба, чтобы не позволить зависти, гордости, раздражению, гневу, разочарованию завладеть нашим сердцем. И не только в то время, когда блудный сын возвращался, но больше всего, когда блудный сын отсутствовал, когда потерянный сын отсутствовал. О чем я? Как вы думаете, отец любил своего младшего сына? Да. И как вы думаете, если вы просыпаетесь утром, рано утром, вы старший сын, и вы видите, что отца нету в его комнате, а он стоит у дороги, оплакотивший, и смотрит вдаль. Он не ждет соседа или банкира. Ты понимаешь, что он ждет твоего младшего брата. Он о тебе даже не думает. Он ждет твоего младшего брата. Какое чувство у старших тогда? Какое состояние? И вот я на самом деле хочу говорить о том, что нам, как старшим в вере, которые много пережили, нам необходимо держать свое сердце в чистоте. Вопрос все-таки стоит в чем? Почему Ишуа говорит эти три притчи, которые подряд мы читали, о пропавшей овце, Драхме и сыне? Какая причина того, что он делает это последовательно, в свое последовательность эти истории? Я начну, я объясню ее, почему Ишуа, Иисус, делает именно эти притчи. 15 глава с 1 по 3 стих. Ответ именно лежит там. Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Они приближались не для того, чтобы спастись, они не приближались что-то получить, они хотели услышать слова, которые помогут им решить свои вопросы. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними, но он сказал им следующую притчу, и он пересказывает эти три притчи. Почему притчи? Потому что люди понимали об этом. Ишуа принимал грешников, и это раздражало фарисеев. Это раздражало тех людей, которые говорили, подожди, он праведный, они видели в нем праведного человека. И как он, праведный учитель, может принимать и кушать с грешниками и мытарями, с теми, кто был отбросом этого мира. Когда мы с вами переживаем синдром старшего брата, на самом деле мы внутри боремся со своими чувствами. И вот что может произойти, если мы не контролируем эти чувства, если мы не побеждаем. Первое. Этот синдром влияет на то, как мы видим себя. Синдром старшего брата всегда влияет на то, как мы себя воспринимаем. Кто мы? 29 стих говорит, такие слова. Я столько лет служил тебе и никогда не переступал приказания твоего. Вы знаете, вот здесь я могу поспорить. Никогда. Это была ложь. Почему? Потому что мы люди, каждый из нас человек, мы сотворили из плоти. Вспомните ваших детей. Я вспоминаю своих детей. Если им что-то нужно было или от чего-то они хотели, ну как бы сказать, увильнуть, они всегда говорили, никогда больше, папа. Папа, никогда больше я это делать не буду. Папочка, обещаю тебе. И ты понимаешь, что в следующий раз то же самое. А как насчет других мест Писаний? Что все согрешили и лишены славы Божьей? А если все, это все, нет ни одного праведника, нет ни одного. Как насчет этих мест Писаний? Я знаю, что единственный, кто мог это сказать, что никогда я не нарушил твоих приказаний, это был Ишуа Мессия. Только он, Сын Божий, мог сказать эти слова. Все остальные, мы люди, мы сотворены из плоти, и мы склонны к тому. Потому что даже ты общаешься с людьми, которые верны тебе в бизнесе, или что-то еще, они скажут, я никогда не приступал к твоих приказаниям, я всегда слушался то, что ты говорил. И думаешь, ага, всегда слово, или никогда. И понимаешь, что такое слово. Почему? Почему этот момент? Так себя видел сын, старший сын. Луки 18, глава 9 стих говорит так, и сказал так же, к некоторым, которые уверены были в себе, что они праведные, и унижали других. Следующую притчу. Вы поймите, что борьба старшего сына в том, что он был уверен в своей праведности. Он не оставил отца. Он был верный, он был на поле, он везде, и все это время он был рядышком с папой, чтобы ему помочь. И он говорит, я никогда не приступал к твоих приказаниям. Он видел, что он был всегда во всем верный своему отцу. Другими словами, он горд был тем, что он был праведным. Человеком, который превознесся тем, что он всегда имел такое состояние, что он был услугой для своего отца. Борьба старшего сына в его праведности. Я хочу вам сказать, если вы превозноситесь своей праведностью и непорочностью, вашей верностью, тогда вы начинаете смотреть на людей свысока. Когда мы говорим, ну вот, я все правильно делаю, я сам, все четко. А другие в наших глазах становятся ниже нас. Два человека пошли в храм помолиться. Это продолжение притчи, 10 стих 18 главы от Луки. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, другой мытарь. Фарисей стал молиться сам себе так, Боже, благодарю Тебя, что я не такой, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Мытарь. Задам вам вопрос простой. Вам верующим, тем, кто уже давно верующий. Скажите, сколько раз было в вашем сердце? Вы не говорили это вслух, но в сердце вы говорили, слава Богу, что я не такой, как этот бомж. Слава Богу, что я не похож на того человека, что я избежал этой участи, той или другой, третий. Честно говоря, если мы это делали, мы превозносили своих позиций и смотрели на людей с другой стороны. Почему? Потому что ни одного праведника нет. Если мы посмотрим на описание действительности борьба в надежде, которую мы имеем, что мы имеем собственную праведность, то своими делами, или какими-то еще поступками, своими решениями мы каким-то образом расширяли свою праведность, чтобы можно было оправдаться. Знаете, что новообращенным, которые люди пришли только к Богу, у них нет проблемы с самоправедностью. Замечались это? Нет? С ними, когда говоришь, откуда тебя Бог поднял, вот это тупо благодати было. И давайте я вам скажу, что скажет. Он говорит, точно, на собственной шкуре почувствовал, только во благодати я спасся, и слава Богу. Он только вот молодые. Но проходит 10 лет, проходит 20 лет. Эти люди, которые уже прошли классы, они пошли в школу библейскую, они стали служить, они стали учить уже, и ты задашь им тот же вопрос, ну как, по благодати все, да? И он скажет так, вы удивитесь, когда они говорят, я многое прошел с Господом, и много потрудился на Неве Божией. И вопрос, что это за ответ такой? 10 лет назад я говорил, точно по благодати, я благодарен Богу, чтобы он меня спас. 10 лет проходит, и он говорит, ну, с Господом прошел, ну, своими же ногами ходил везде, выдержал все. Фактически, фокус всегда должен быть не на том, что мы сделали, а что сделал Мессия для нас, иначе мы проиграем сражение. Как только мы начинаем смещать свой фокус, мы проиграем всегда свое сражение. Однажды пастор Олен поехал, вы многие знаете его, в одной из церквей, и во время разговора пастор один говорит, ой, вы меня извините, в церкви не очень хорошо дела идут, просто какой-то упадок церковный, и он говорит, я ответственный за это, я как пастор, я говорю, что я ответственный за тот упадок духовный в церкви. И пастор Олен, если вы с ним немножко знаете, надеюсь, он приедет в этом году, он иногда делает такую каверзу, знаете, он говорит, ну, говорит, ты, ну, самый большой лицемер, когда я вообще видел. Он говорит, пастор Олен, в чем дело? Ну, в церкви плохо, ну, чья вина? Моя. Он говорит, если ты за то, что происходит в церкви, ты берешь вину на себя, да, то когда в церкви станет лучше и станет хорошо, и будет она процветать, ты тоже возьмешь на себя этот успех. Вы слышите, нет? Очень часто люди говорят, во всем виноват я, во всем виноват в домашней группе что происходит, или там что-то еще, я виноват, я виноват. А когда придет время роста, когда Бог что-то сделает, этот человек скажет, я потрудился, я отпустился, я промолился, я стоял на коленях сутками, и я вижу победу. Все смотрится по-другому. Второй, который синдром старшего брата, синдром, который влияет на наше внимание о других людях, то другими словами, как мы видим других. синдром старшего брата, как мы видим других. Луки 7 глава, 36-37 стих. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи. И он, войдя в дом, фарисея возлег. И вот женщина, того города, которая была грешницей, то есть блудницей, узнав, что он лежит в доме фарисея, возлежит, принесла Алла Вастровиса суд с миром, стала позади у ног его и, плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами свои и целовать ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе, то есть, другими словами, он помыслил, он начал думать, сам себе сказал, потому что, если ты начинаешь говорить вслух, что ты, ну, свои мысли, тогда это завозит на это самое, на больницу. Да? И он говорит, если бы он был пророк, то знал бы, какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. И он говорит, если бы он был бы пророк, он бы знал бы. И вдруг, я думаю, это же самая следующая фраза такая, можно было понять, что Ишуа это пророк. Он обращается к нему, Ишуа, так, знаете, когда ты думаешь, вот так, тебе люди говорят, дайте мне ответить на ваши мысли. Ты понимаешь, что это настоящий пророк. И фактически он говорит, Ишуа к нему, Симон, Симон, я имею нечто сказать тебе. Он говорит, скажи, учитель. Ишуа сказал, у одного взаимодавца было два должника, один должен был 500 динариев, а другой 50, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он бросил обоих. Скажи, который из них более возлюбит его? Вернее, он простит, да? Извините, простит обоих. Симон отвечал, думаю, тот, которому было простено больше. Он сказал ему, правильно ты рассудил. Обратився к женщине, сказал Симону, видишь ли эту женщину, я пришел в твой дом, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами обливает мне голову, ноги и волосами головы своей оттирала. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать мне ноги. Ты головы моей маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги, а потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот и мало любит. Вы скажете, а при чем вот эта притча? Знаете, у нас очень часто бывает такое размышление у людей верующих, что мы приходим к выводу насчет того, что у Бога есть люди, которые должны ему очень, одни много, а другие мало. Из этого учения мы думаем, что есть люди, которые очень много должны Богу, и поэтому, если они им много прощаются, они очень сильно Бога любят. но знаете, на самом деле это не об этом, не об этом идет учение, не о том, что сколько у кого есть, столько ему прощается, если мало у него грехов, то он мало любит. Здесь говорится на самом деле ответ на Симе на вопрос, если бы он знал, на вопрос, если бы он знал, какая женщина, другими словами, это учение говорит о том, что есть люди, которые думают, что другие хуже, чем они. Не просто, что они делают, какие хорошие люди, плохие, а о том, что есть люди, которые думают, что есть другие, которые хуже, чем они. Как часто встречались вам люди, которые говорят, или мне говорят часто, ну, Рэбе, ну, посмотрите, там люди вообще еще хуже поступают, чем я, какая разница? Они же еще хуже, чем кто-то, чем я поступил. На самом деле Ишуа показывает, что есть люди, которые думают, что в мире есть люди худше их, либо, другими словами, есть люди, которые думают, что они лучше, чем другие. Об этом говорит Ишуа. Ишуа использует, конечно, финансы для того, чтобы показать, ответить на вопрос, который имеет Симон, показать о прощении. Все мы, я вам честно скажу, все мы должники. На самом деле, мы равные должники перед Богом. Вы согласны, нет? Потому что есть Писание, что кто нарушит одну заповедь, нарушил и весь закон. Какая разница? Один грех или двадцать грехов? Большие или маленькие? Сказать клевету или же украсть пять копеек? Он говорит, если ты нарушаешь один закон, нарушитель всего. Перед Богом мы равны, реально равны с маленькими или большими грехами. Знаете, почему? Потому что за нас заплачена одна цена. За всех сразу. Одна цена была заплачена, чтобы мы были прощены. Конкретно Ишуа отвечает Симону, что Симон, если ты думаешь, не должен мне ничем, тогда и любишь меня мало. Но если ты будешь должен столько, сколько она, тогда и любил бы ты меня намного сильнее. Услышите эту фразу? Симон, ты думаешь, что ты мне ничего не должен, поэтому ты меня не сильно много любишь. Но если бы ты был бы должен столько, сколько она, ты бы сильнее меня любил. Мы иногда приходим к Богу таким образом. Мы Богу ничего не должны. Мы пытаемся оправдаться, но мы забываем, что за нас заплачена одна цена. Это не означает еще для нас, что мы должны пойти в мир и, знаете, набрать побольше грехов, чтобы начинать Бога любить сильнее. Абсолютно неправильное мышление. Чем больше я нагрешу, тем потом проявится моя божественная любовь к Богу. Это неправильно. Можно сказать и так, если ты видишь себя особенным, ты досмотришь на всех свысока. Если как только мы начинаем думать, что мы особенные у Бога, что-то мы добились, по каким-то заслугам, что-то мы такое сделали особенное, тогда мы начинаем на других людей смотреть с других сторон. Это была проблема фарисея, это была проблема старшего брата. Он смотрел на своего младшего брата свысока, потому что он понимал, что он не предал отца, как предал его младший брат. И, знаете, последнее, третье синдром этот старшего брата всегда будет смотреть на то, что делает отец. Он будет воспринимать отца немножко по-другому, чем он когда-либо воспринимал. Что я имею в виду? Зачем Ишуа говорит эти притчи? Какая суть притч, которую он говорит? И мы, конечно, понимаем, мы говорили об этом, что что-то было потеряно, что-то найдено. Но если посмотрим немножко другими глазами, я вам скажу такие слова. Каждый из нас драгоценен Богу. Ибо так Бог возлюбил весь мир, так оценил Он весь мир, что Он отдал самое дорогое, Он отдал Сына Свою за каждого из нас. Мы для Него очень дороги, каждый из нас очень дороги. И притчи эти означают другое. У кого-то было что-то самое дорогое, и она утеряна. И отец или пастух, или эта женщина скорбит о том, что это было утеряно, заброшено, где-то исчезло. И его сердце сокрушенное о потере, которые он имеет. Каждый человек для него дорог. я вам это говорю, потому что важно понимать, что вот эти принципы, которые в этой притче говорятся о старшем сыне, который смотрит на отца и говорит, ты мне не дал, ты мне не дал. Это была проблема старшего сына. Помните, как он упрекал, что ты не дал мне козленка? Помните, да, ты мне не дал, никогда ты не давал, козленка повеселилась своими друзьями. Знаете, что, и я скажу, и это ложь. Знаете, почему? Потому что там написано, 15 глава, 11 и 12 стих, написано, еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу, отче, дай мне следующую мне часть имения. Следующую фразу, смотрите внимательно, и отец разделил кому? И отец разделил им. Кому им? Тот, кто просил или обоим? Но еще вам скажу так, в законе, в старом законе, или, в ветхом процессе, первородный, старший сын получал всегда двойную цену имения. а это означает, что младший получил в два раза меньше. И значит, что он получил, младший получил свое, а старший получил свое. Как же он мог сказать, что я никогда не получил от тебя ничего? Потому что его глаза, в его разуме он мыслил, что он никогда этого не получал. хотя обвинение сына было в том, что никогда он ничего не получал, но помните, первородный всегда получал двойную цену. По причине того, что сердце старшего сына было наверное далеко от отца. далеко был от того, что проходило в доме. Отец начинает говорить сыном такие слова. Он, отец, сказал же ему, сын мой, ты всегда со мной и все мое твое. Что это означает? Я верю, что это означает, что Бог всегда с нами и все, что у Него есть, обеспечение Он всегда предоставит. Ответ очень простой. Я с тобой, куда бы ты ни шел, если пойдешь долиной смертной тени, я с тобою. Обеспечение и защита присутствия Божия. Проблема младшего сына была ясна. Он лишился присутствия отца и обеспечения тогда, когда он физически ушел из дому. Когда он физически ушел, он лишился присутствия отца и он лишился обеспечения, которое имелось для него. Но знаете, что старший сын лишился обеспечения и присутствия отца в своем сердце? потому потому что он сказал, ты никогда мне ничего не давал ни своего присутствия, ни твоего обеспечения. есть люди, которые находятся в общине долгое время. Из-за ситуации, которые в мире происходят, те, которые в отношении происходят, они физически уже долгое время находятся в том месте, где называется дом Божий. Но они позволили горечи, гордости, зависти, разочарованию, злости, злословию, ненависти свить гнездо в их сердце по отношению к отцу и младшему брату. Как выиграть эту борьбу? Что сделать, чтобы этот синдром не победил нас, чтобы не огорчилось наше сердце, чтобы оставаться в мире с отцом, в мире с братьями и сестрами? Что необходимо сделать, когда мы испытываемся в такой сложной ситуации, когда мы хотим на всех разозлиться? Честно. Примером становится апостол Павел, или иначе мы называем Рав-Шауль. как он совершил свой путь. Я знаю, что многие люди не знают, писания знают, читают Деяния апостол и все остальное, но не знают, когда Павел Рав-Шаул был казнен. Кто из вас знает, когда был Рав-Шаул казнен? Все понимают, что до разрушения храма, но в 66 году нашей эры Павел был казнен по римскому праву и отсечением головы, как римский гражданин. Но знаете, в 56 году, за 10 лет до смерти и 20 лет после покаяния, он пишет выражения, которые остались в Писании, как путь, который можно совершить. Он пишет 1 послание Коринфяна, 15 глава, 9 стих. Ибо я наименьший из апостолов и не достойно называться апостолом, потому что гнал Божью церковь или же народ Божий. Вы скажите, а вот какая здесь суть? Суть того, что он говорит за 10 лет до своей смерти, он говорит о том, что я как младший или как апостол, наименьший младший апостол, я недостоин как бы называться апостол, потому что я гнал общину. Проходит 7 лет, за 3 года до своей смерти. Рав Шаул пишет следующее послание Эфессианам, 3 глава 8 стих. Мне наименьшему из всех святых дана благодать, сия благодать, благовествовать язычникам, неисследимое богатство мессии. Он говорит теперь наименьший из святых. Хотите услышать, что он говорит за один год до своей смерти? За один год до своей смерти. Он пишет послание к Тимофею. верно и всякого принятия достойно слова, что Ишуа Мессия пришел в этот мир спасти грешников, из которых я первый. Десять лет назад, до смерти, он говорит, я один из апостолов, младший, но апостол. За три года до смерти, он говорит, я один из святых, ну, младших. И потом он понимает и говорит, я возглавляю всех грешников. Потому что крест Христов, он может спасти. Только когда мы делаем правильное направление, когда мы смиряемся с тем, что мы хотим назваться кем-то, мы хотим превознестись, мы хотим показать, что мы достигли какого-то знания, но знания надмевают. И Павел делает решение следовать за Христом. Тот, который говорил, что ничего не хочу знать, кроме Христа, причем распитого. Тот говорил, что я распинаю свою плоть со страстями и похотями. Каждый день он говорит после, что я никто, я грешник последний. Что можно сказать? Рав Шаул делает решение, сказать о том, что Мессия Ишуа является единственным спасителем его души, а он один из самых худших, может быть, и величайших грешников. Единственный путь победить в битве гордыню, синдром старшего брата, это когда мы приближаемся к Мессии, когда мы вспоминаем то, что он сделал за нас, что только его ранами мы исцелились, что он простил нам столько и много, когда мы приходим ко Христу Мессии и понимаем, что только он может нас избавить от наших похотей. Друзья, я был с этим тоже. Я никогда не курил. У меня, кроме моей жены, никогда никого не было больше. Я не гулял, не блудил и так далее. Я не упивался, не кололся, ни наркотики, ничего не делал. Мама всегда считала, что я честный ребенок. Я был как бы сказать для своей семьи, был примером и так далее. Плохих компаний избегал, потому что понимал, что что-то еще может случиться. И даже когда я хотел, может быть, уйти от Бога, от церкви, то Бог сразу моментально мне это все изменил. По сравнению с моим братом, у него длинный был путь возвращения домой. Но я скажу так, в моей жизни было одно испытание. Испытание на верность того слова, которое он оставил для меня и для старшего сына. Помните, как отец говорит, ты со мной всегда, и все, что мое, твое. У меня был выбор, отречься от Мессии или смерть. Больше не было, два выбора. Но я знаю, что я прошел этот путь, надеясь на Бога. когда я сказал, Господи, ты со мной через долину смертной тени. И если мне суждено было умереть и остаться сумасшедшим, я выбираю, следуя за тобой. Никакие прекрасы этого мира, обещания этого мира, обещания пресветания, успеха и, может быть, других стран или что-то еще не изменит мою позицию во Христе Иисусе, вешу о Мессии. Он однажды меня спас, вытащил, и я навечно Ему стал благодарен. И я знаю, в тот день моя была встреча реальная с Ним. Вы скажете, а что, до этого не было? Были встречи, но в тот день я видел, как Бог мне вышел на встречу, когда передо мной было решение. Мне должны были вколоть микстуру какую-то и сказать, ты сумасшедшим будешь остальные 40 лет. Вдруг Дух Святой сошел на меня, вот я пережил Божье присутствие, и как картина, мгновение, я увидел тысячи и тысячи христиан, которые пели Богу славу, не боялись умирать, их распинали, их сжигали, их отдавали на сиденье зверям, чтобы погнушиться над ихней верой, а они пели ему, умирая. И я почувствовал, вот внутри почувствовал, что я могу это сделать, мне не страшно, я не знаю, как вам объяснить, я не могу это объяснить, это моя история жизни осталась навсегда, и я сказал, Господи, лучше быть сумасшедшим, но с Тобой, знать Тебя и не отречься, не поменять ни на что Твое присутствие, Твою заботу, Твою любовь, и я не знаю, как вам это объяснить, кто такой Бог для меня, кто для меня Иисус, Ишуа, Мессия, мне сложно, Его надо пережить, с Ним надо общаться, с Ним, к Нему нужно идти, понять, что Он сделал для меня своей глаголской смертью. Может быть, кто-то просит у Бога не знаю, квартиры, дома, успех, жениться или еще другие какие-то вещи. Я прошу вас, просите встречи с Ним, просите этой встречи, которая, может быть, никогда не поднимет вас из болезни, но ты переживешь это и скажешь, для меня жизнь Христос, как Павел говорит, а смерть приобретение. Когда не страшно будет встреча с Ним, знаете, когда меня везли в скорой помощи, я практически прощался с Татьяной, я не боялся встречи с Богом, мне просто не хотелось видеть моих детей, мою жену страдающей, знаете, вот как вот, что вот рано ушел с жизни, но вот это единственное мое такое чувство, ну неприятно видеть, что они вот не были как бы так вот, не дождались моей старости, я не видел своих внуков и так далее, но знаете, это прошло, я знаю, что только Бог может влиять на это все. Говорю для тех, кто уже давно верующий, синдром старшего сына стучится к нам сердце, пожалуйста, посмотрите на эту притчу своими глазами, со стороны людей, которые должны перешагнуть гордыню, потому что каждый раз, когда ты самолюбив, горделив, это дверь, которую вы не хотите открыть, никогда бы не захотели открыть, потому что дьявол, он только и ждет, чтобы ты стал надменным, чтобы ты смотрел на людей с высоты, потому что он знает, что гордыня в последствии будет падение, а потом смерть. Мы сейчас встань в наши ноги, я бы хотел, чтобы мы помолились Богу, простой молитвой, чтобы мы могли за собой замечать, когда мы в своем сердце смотрим на людей, на жизнь людей, на жизнь их, может, прошлую жизнь, либо на Бога Отца со стороны самоправедности, что я чего-то добился в жизни, чтобы этот звонок Духа Святого, поэтому нам нужен, должен у нас у каждого быть Дух Святой, он звонок, который руководит нашим сердцем, он говорит, подожди секунду, не нужно, не превозносись, ты не знаешь, где ты будешь завтра, не осуждай чужого раба, стоит он или падает, бойся саму, чтобы не упасть, имей милость, имей сострадание, открой свое сердце, потому что принять вот ту радость, которую Отец имеет, от тех заблудших овцев, которые возвращаются обратно, либо о том сыне, который потерянный, да, он огрешил, да, он уже никакой, да, он уже отморозок имеет, уже проколол все, что имеет, да, он ползет, но приходит к Богу, и Бог его исцеляет, а ты весь в болезни думаешь, ну, как это может быть, оставь этот, оставь эту радость для Отца, не зашточи свое сердце, друзья, вы верующие давно, не зашточайте свое сердце, Бог хочет, чтобы мы побеждали, аминь, Отец Небесный, во имя Отца и Сына Святого Духа, я молюсь Тебе сейчас о том, чтобы Твой руах, Твой Дух Святой, Он открывал мое сердце, даже когда я в своей семье был старшим сыном, старшим братом, Господь, я все вспоминаю эти все дни, когда я унижал и дрался со своим братом, мне стыдно, что я так поступал, Господь, я благодарен, что Ты меня вывел из тьмы, показал мне свой свет и даешь возможность и усилия и стратегию, как побеждать то, что надвигается к моему сердцу, где я могу сказать, слушай, я знаю, что я делаю, ожесточить себя, либо наоборот превознестись, успехами или делами, или наоборот сказать, я ничем никогда ничего не делал, но, Господь, научи мое сердце смиряться, и как Равша говорит, что Иешуа я спаситель, а я грешник, что у креста Твоего я могу всегда иметь спасение, прощение, умиление, у Твоего креста я получаю свободу, и у Твоего креста я получаю исцеление, сегодня я прошу Тебя, прийди в мою жизнь, измени ее, сделай ее другой, сделай, чтобы моя жизнь была отражением Тебя, как Ты относишься к близким, к родным, к отцу, как Ты относишься к матери, чтобы открывалось мое сердце изменяться в глубине истины Твоей, я прошу благодати для каждого из нас, во имя Иешуа, Аллилуйя, во время поклонения, давайте направим свои мысли на крест Голгофы, где наши чаяния, наши проблемы были решены там, и чтобы мы не заслужили, какими-то делами помилования, чтобы мы все равны были перед Тобою, цена была заплачена одна. субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok